С 1 по 3 октября по всей России прошла штабная тренировка по гражданской обороне, цель которой подготовка населения, местного руководства, а также экстренных служб к предупреждению ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Посвящена она Дню гражданской обороны. 2 октября одна из тренировок прошла в поселке Ильский. В Доме культуры поселка развернулся пункт временного размещения населения. Куда, согласно плану мероприятия, доставили условных пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Им предоставили горячее питье и еду. Всем нуждающимся оказали первую медицинскую помощь и выделили спальное место для пережидания чрезвычайной ситуации. Итоги летней оздоровительной кампании 1 октября обсудили на планерном совещании в администрации Северского района. О результатах работы собравшимся главам поселений, руководителям служб и ведомств района сообщила начальник управления образования Любовь Масько. Работа с детьми – одно из приоритетных направлений для администрации района. Профилактическая работа с неблагополучными семьями ведется в муниципалитете регулярно и достаточно результативно. О запланированных мероприятиях в этой сфере и о том, что уже сделано на сегодняшний день, доложила начальник управления по вопросам семьи и детства Ирина Большакова. Помимо этого на совещании поднимались и текущие вопросы, требующие постоянного внимания, такие как санитарное состояние поселения, ремонт дорожного покрытия и финансовые вопросы, касающиеся задолженности по арендной плате физических лиц. По итогам совещания был составлен план дальнейшей работы ведомств и служб района. Самые важные проблемы были взяты на контроль поручений. В эпоху минусовок и фонограмм все реже можно встретить музыкантов, играющих вживую. В Станнице Смоленской творит и репетирует один из самых уникальных народных коллективов не только Северского района, но и всей Кубани – «Радуга». Музыканты продолжают традиции вокально-инструментальных ансамблей. Фольклорные авторские песни в их исполнении приобретают оригинальные и яркие аранжировки. Фолк-рок группа «Радуга» – это Юрий Фоломеев, руководитель вокал-гитара, Валерий Матвеев – клавишные инструменты, вокал, Олег Маринин – бас-гитара-вокал, Олег Мерхайдаров – ударные инструменты, вокал, Виталий Кузьменко и Александр Колесниченко – баяны. Нашему коллективу очень много лет. Возник он когда-то под впечатлением, конечно же, солидных групп, таких как «Битлз», «Ди Пёрпл». На наш это выравнялись на машину времени, «ДДТ» и «Аквариум». Там же была «Ария», но всегда была любовь к народной песне. Когда-то было время, что в 80-х бурно мы играли и роковые песни, и даже их писали. У нас целый цикл своих песен в руках. Но потом все-таки со временем мы пришли к тому, что играть более доступно для людей, для народа. И нам самим это. Мы не ломали себя, это было изнутри, это было от души. Равняясь на песни рок, мы все-таки сделали фолк-роковые программы. Мы нашли компромисс между роком и фольклором. Уже более 20 лет коллектив «Радуга» занимается обработкой фольклорных песен. Как признаются музыканты, народные песни открывают такие возможности для аранжировок и импровизации, которые трудно представить в популярной гладкой музыке. Это дает и возможности хорового исполнения. В 93-м году ансамбль «Радуга» получил звание народного коллектива, которое с честью защищает. «Радуга» Без «Радуги» не обходится ни одно крупное культурное событие Северского района, но музыкантов знает и за его пределами. Группа приняла участие во многих фестивалях не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. Играли в Белоруссии на одной сцене с вокально-инструментальным ансамблем «Сибры». Этим летом коллектив посетил с концертами Донецкую Народную Республику, где своими песнями попытался поднять людям настроение. За «Радугой» закрепилось определение «Виа» – вокально-инструментальный ансамбль, характерный для музыкальных коллективов советской эпохи, таких как «Песняры», «Синяя птица», «Ариэль». Но сами музыканты не совсем согласны с такой трактовкой их стилистики. Из-за того, что стилистика у нас фолковая, хотя мы вкрапляем туда много рока, больше гораздо, чем у «Песняров» было, у нас более тяжелее это все. Но как бы вот на нас лежит эта печаль, то, что «Песняры» были «Виа», «Ариэль» были «Виа», все даже кто фолком занимался. И вроде как мы вокально-инструментальный ансамбль. Но нас часто могут назвать и вокально-инструментальным, а где-то могут назвать и группой. Мы сами себя называем группой. В группе «Радуга» шесть человек, а это шесть мнений и, что самое сложное, музыкальных. Есть и капитан команды, имеющий свое собственное видение того, как ей развиваться. Но, по словам музыкантов, серьезных разногласий не бывает. Всегда удается найти компромисс. В любой спорной ситуации побеждает хорошая музыка. Конечно, я учитываю мнение всех. Если приносится новая песня, мы даже, может быть, начинаем ее и пробовать, а потом в процессе видно, что кому-то она не нравится, что-то не то, да. И это учитывается и, конечно, убирается. Не хочется играть то, что не нравится кому-то. Хочется, чтобы удовольствие получали все и от музыки тоже. В планах у «Радуги» участие в новых концертах и фестивалях, регулярные репетиции, а главное – работа над новыми песнями, способными порадовать всех любителей живой музыки. «Быстрее, выше, сильнее» – данный девиз отлично характеризует один из популярнейших сегодня видов спорта – волейбол. В спортивном комплексе поселка Афибский состоялись соревнования по волейболу среди девушек 2006-2007 годов рождения. Перед началом соревнований спортсменок поприветствовал начальник управления физической культуры и спорта Северского района Сергей Клименко. Соревнования приурочены к празднованию 75-й годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и собрали под сеткой спортсменок практически со всего региона. Среди команд-участниц были сборные Краснодара, Ставрополя, Нефтекумска, Моздока и Евпатории. Женская сборная Северского района также выступила и показала достойный уровень игры. Динамичная и напряженная борьба продолжалась на протяжении всех соревнований. Девушки показали достойный уровень и красивую игру. По итогам соревнований на вершину пьедестала взошла сборная Северского района. Серебро увезли домой спортсменки из Евпатории, а третье место заняла команда из Моздока. Пришло время высоких скоростей. Ты можешь быть быстрее, чем себе представляешь. Мы научим тебя. Дело за малым. Присоединяйся к нам и стань героем. Главный бизнес истории Юга России. Легендарные спикеры. Истории провала и успеха. Технологии будущего. На форуме малого бизнеса. Дело за малым. Разгар фестиваля средневековой культуры «Меч Дона». Под звуки волынок и скрежет мечей зрители, затаив дыхание, наблюдают, кто станет лучшим рыцарем Кубани. Участники фестиваля – реконструкторы. Костюмы и снаряжение делают сами. Очень нравились всякие переключенческие романы, исторические фильмы. Но потом так случайно познакомился с ребятами и начал заниматься. Бои проходят по канонам прошлых веков. Для кого-то новое хобби определило дело жизни. У меня занимался брат. Он не хотел, чтобы я курил в подъездах и пил алкоголь. И шлялся где-нибудь. И когда мне было 14, а ему было 21, он взял меня к себе и как-то привык. И получилось так, что это дело, которое я неплохо умею делать. Кроме рыцарских турниров, на фестивале – мастер-классы по каллиграфии, геральдики и лепке. Зрители увидели средневековые танцы и с азартом примерили доспехи. Это интересно, это красочно, это по-настоящему. Это настоящие эмоции, настоящая экспрессия, настоящие битвы. И это все можно пощупать опять-таки. В фестивалях не принимаю участие, в основном в ролевых играх. Но здесь нравится приходить, видеть старых друзей, смотреть, как они бьются, танцуют. Стреляют из лука, бьются на копьях. Но это интересно, весело. Фестиваль «Меч Дона» проходит ежегодно с 2016 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова